Ноябрь и декабрь – самые доходные месяцы на YouTube. В эти месяцы CPM, то есть стоимость тысячи коммерческих просмотров, максимальна. Как вы знаете, CPM – это фактор рынка, и он определяет активность рекламодателей, сезонность, количество и стоимость рекламных объявлений, то есть общее состояние экономики, которое выражается в активности рекламных компаний, в том числе крупных рекламодателей на YouTube. Так вот, ноябрь и декабрь – это самый горячий сезон, и в это время можно заработать на YouTube больше всего денег от монетизации. В этом видео мы поговорим о том, как подготовить наши с вами каналы к сезону высокой доходности на YouTube. Подготовка действительно нужна, потому что в это время можно заработать достаточно много. Некоторые авторы зарабатывают до 50% всего дохода именно в ноябре и декабре. Если вы посмотрите на этот график, то вы увидите характерные колебания CPM – стоимости за 1000 коммерческих просмотров. Это связано с тем, что дорожает, в общем-то, реклама, и увеличивается количество рекламных объявлений, то есть доля коммерческих показов возрастает на канале. Мы видим, что каждый год стабильно, регулярно повторяется данная картина. И если вы на YouTube не первый год, то вы прекрасно знаете, что в ноябре и декабре канал будет зарабатывать больше. А затем в январе, в феврале и так далее там будет отмечаться спад, особенно ярко выраженный в начале года. Связан он с тем, что в январе рекламодатели практически не активны, там практически очень мало рекламы, рекламные кампании не прокручиваются. Поэтому необходимо именно сейчас сделать акцент на ваших видеороликах, на подготовке канала, чтобы потом уже не выпускать какие-то супермасштабные проекты в сезон низкой рекламы. Давайте пройдемся по тем пунктам, которые необходимо отработать на вашем канале для максимальной эффективности, чтобы получать больше просмотров, как следствие больше рекламных показов, больше доходности от монетизации и заработать больше. Первое. Если вы работаете в соответствии с графиком публикации, то есть смысл на ноябрь и декабрь поставить самые интересные и перспективные видеоролики. Это не значит, что нужно действительно уплотнять ваш график публикации, хотя в ряде ситуаций это тоже будет полезно. Но это значит, что более перспективные видео, которые потенциально наберут больше просмотров, есть смысл поставить именно на эти месяцы. Не откладывать их на начало следующего года или на какой-то сезон другой, а сделать их в ноябре или декабре. Если они выстрелят, если они соберут больше, если они будут популярны, больше будет показов рекламы, больше будет доходность. Реклама дорогая, поэтому больше денег вы на этом заработаете. Как понять, какие видеоролики потенциально могут выстрелить? Конечно, многие зададут такой вопрос. Ну, начните с конкурентного анализа. Вы ведь наблюдаете за другими каналами в вашей тематике и нише? Может быть, даже не только в русскоязычном пространстве, но и в буржунете? Посмотрите, какие видеоролики за последние полгода у них набирают просмотров больше, чем обычно. Постарайтесь выделить тренды, постарайтесь найти закономерности. Если вам это удастся, вы уже на полном пути к победе. Поскольку так вы можете обнаруживать те видеоролики, которые потенциально интересны в вашей целевой аудитории. И которые эта самая аудитория будет смотреть. Ну, к примеру, что из свеженького. Вот вышел новый УАЗ Патриот на автоматической коробке передач. Все снимают про него ролики и набирают, в общем-то, довольно неплохо. Таких же событий происходит множество. В разных тематиках, в разных нишах. Везде они свои. Плюс есть инструмент Google Тренды, который вполне себе помогает понимать, что происходит. Некоторое время назад я записал видео для внутреннего пользования для нашей команды. По оптимизации видеороликов, по работе с трендами и так далее. Если будет интересно, можете написать в комментариях. И мы этот ролик опубликуем в открытом пространстве. Но, в общем, я это к чему? Проведение конкурентного анализа помогает понять, какие видеоролики потенциально могут выстрелить. И как движутся тренды в вашей тематике, в вашей нише. Этот контент вы можете готовить прямо сейчас и публиковать его в ноябре-декабре. И он потенциально будет иметь более высокие результаты, больше просмотров и больше денег. Не забывайте о правильной настройке рекламы на ваших видеороликах. На самом деле это довольно просто. Вам нужно включить все форматы рекламных объявлений. Вам нужно расставить рекламные паузы. В новой творческой студии можно даже особо не расставлять рекламные паузы. Поставить автор остановку рекламных пауз. Там такая опция присутствует. Реклама в середине видео. И система сама будет пытаться логически во время каких-то переходов, либо пауз, вставлять рекламу. Конечно, можно и вручную расставить. Но, на мой взгляд, автор остановки в большинстве случаев вполне себе достаточно. Не стоит игнорировать какие-либо доступные форматы рекламы, поскольку на YouTube рекламы все равно, как бы то ни было, не будет избыток. Ее чаще дефицит. Поэтому ставим все форматы рекламы, и тогда доходность будет оптимальной для данного ролика. Проанализируйте контент на вашем канале. Иногда мы можем упускать важные темы, которые потенциально интересны нашим зрителям, но которые недостаточно отрабатываются на канале. Здесь хочется вспомнить простые истины о механизме подписки зрителей на ваш контент, как обычно происходит. Зритель видит какой-то видеоролик или несколько видеороликов, ему этот контент нравится, и в момент просмотра или после просмотра он подписывается. Так вот, что это значит? Это значит, что данный зритель хочет видеть плюс-минус такой контент, продолжение данной темы на вашем канале. Часто бывает так, что зрители подписываются на какой-то один формат, на какой-то один контент, а потом вы им даете другие темы, которые не столь интересны. И вы перестаете оправдывать ожидания таких зрителей. Активность зрителей падает, они не смотрят новые видеоролики, они не помогают вашим видеороликам набирать больше просмотров и получать больше удержания аудитории, особенно в начале публикации. Как следствие, активность и эффективность продвижения канала снижается. Так вот, если вы попробуете возродить эти самые востребованные темы, темы, на которых зрители подписывались, это могут быть ролики, которые набрали больше просмотров, это могут быть ролики, которые принесли больше подписчиков, все это доступно в аналитике. Если вы эти темы возрождаете, то есть вероятность, что вы сможете получить более высокую зрительскую активность. И продолжение, развитие этих тем может дать хороший эффект в развитии вашего канала, либо в вовлечении в просмотр той аудитории, которая сформировалась за время существования канала. Это может быть хорошим способом для повышения активности ваших подписчиков. Также помните, что некоторые видеоролики просто нуждаются в продвижении, в дополнительной рекламе. Если вы делаете реально хороший, интересный, качественный контент, и вы понимаете, что вот, по крайней мере, некоторые ваши видео вполне себе могут выстрелить, то нет ничего плохого в том, чтобы эти видеоролики прорекламировать. Здесь, конечно, есть некоторый психологический барьер. Расскажу вам историю, которую рассказали мне сотрудники в поддержке медиа-сети. История очень шаблонная, но тем не менее, может кто-то не знает, как это работает. В общем, ситуация такая. Ведет сообщение с автором. Автор снимает хороший, интересный, качественный контент. У него дорогое оборудование, он купил фотоаппарат за 5000 долларов, у него объектив за 3000 долларов, у него хороший студийный свет, у него хороший звук. И он начал создавать контент. Он обратился в поддержку сети, сказал, что необходимо быстрее развивать канал, что необходимо сделать, подскажите, как, чего. С ним провели работу, помогли скорректировать контент-стратегию, прописали темы, учли тренды, составили ему семантическое ядро, подсказали, как лучше работать, по фактору обнаружения поработали. А дальше ему говорят. Уважаемый автор, необходимо для достижения ваших целей провести рекламную кампанию. И тут автор начинает возражать, да нет, да что такое-то, почему я должен тратить деньги на рекламу, что за ерунда. Причем там речь не шла о больших деньгах, там же речь шла о, грубо говоря, нескольких тысячах рублей для того, чтобы хотя бы провести тестовую рекламную кампанию, чтобы повысить узнаваемость бренда, чтобы прорекламироваться у близких по аудитории авторов. Данный автор говорит, нет, я не согласен, что это такое деньги на такое тратить, это неправильно. При том, что он потратил там, ну почти под 10 тысяч долларов на оборудование, необходимое для съемок, он не готов потратить сотни долларов на рекламу. На мой взгляд, здесь есть некоторый дисбаланс. При условии готовности канала к проведению рекламной кампании нет ничего плохого в том, чтобы рекламировать ваш контент. Делать это, конечно, нужно правильно. Никакой накрутки, никакого бездумного бесцелевого посева, только хорошая, качественная реклама под целевую аудиторию. Это может быть реклама у других авторов, у блогеров, например, да. Это может быть реклама через Google Ads или Edwards, как он раньше назывался у нас, да. Это может быть реклама на других площадках, но здесь нужно быть особенно осторожным, учитывая то, что YouTube не везде корректно воспринимает просмотры. Но это возможно. И такая реклама может хорошо и эффективно помочь автору добиваться больших результатов, дать ему более уверенный старт. Если действительно контент хороший, качественный, интересный, с высоким фактором обнаружения, с хорошим потенциальным объемом целевой аудитории, то вполне может выйти так, что рекламная кампания просто сократит время, необходимое на то, чтобы автор достиг определенных успехов, собрал определенную аудиторию. То есть, грубо говоря, быстрее показать большему числу людей, что делает данный автор, чтобы они сказали, блин, это круто, я хочу его смотреть, я буду его смотреть, я подписываюсь. Поэтому нормально. Но есть и другая крайность. Когда автор снимает фигню, не понимает, что вообще надо делать и кому это смотреть, он говорит, так, раскрутите мой канал, где купить рекламу, что делать? Ему отвечают честно. Уважаемый автор, с тем контентом и с тем подходом, который у вас есть сейчас, рекламная кампания не будет эффективной. Ваш канал нужно подготовить, нужно создать контент-стратегию, нужно понимать, что, как и для кого вы делаете. Он говорит, да ну все фигня, нормальные у меня ролики, давайте рекламируйте. Кто-то сразу говорит, ну давайте как-нибудь вы сами. А находятся люди, которые, ну просто начинают предлагать ему сомнительные методы продвижения, что в принципе опасно для канала. Так вот, убедитесь, что ваш канал действительно готов, что он интересен, полезен, несет какую-то востребованность для целевой аудитории. Тогда можно уже переходить к рекламной кампании, чтобы не тратить бюджет впустую, не сливать его. И чтобы понимать, почему именно те или иные зрители будут смотреть ваш контент. Далее, трендовые темы и подготовка к значимым событиям. В каждой нише, в каждой тематике есть свои тренды, плюс есть универсальные тренды. И в каждой, опять же, тематике есть свои значимые события. Но самое элементарное, понятное, Новый год, выход нового автомобиля, если автомобильная тематика, подготовка машины к зиме. Да все что угодно, если речь идет о медицинском канале, там какой-нибудь сезон простуды, или какие-нибудь значимые медицинские конференции, ну много всего. Новые лекарства, новые подходы, все что угодно. Поймите, какие значимые события есть в вашей теме, в вашей нише. Что потенциально значимо для вашей целевой аудитории с учетом вашего контента. Есть общие какие-то тренды, которые происходят в мире, и которые можно так или иначе обыграть на вашем канале. Даже если тематика напрямую не слишком бьется. Можно обыграть это так, чтобы была привязка к вашей тематике. Ну, например, если речь идет о падении реальных доходов граждан, у вас автомобильная тематика, вы уже можете снять видео о том, какой автомобиль смогут покупать люди, у которых падают реальные доходы. Или у граждан падают реальные доходы, вторичный рынок растет, новые автомобили продаются хуже. Вот такой посыл для видеоролика. И так можно сделать в каждой тематике и в каждой нише. Вам необходимо прописать эти самые значимые ключевые события, расставить, когда они происходят, и к каждому событию несколько заранее подготовить видеоролик. Согласитесь, почему-то нет вопроса. Многие готовят видеоролик к Новому году с поздравлениями подписчиков, например, и так далее. Но это единое такое общее событие, ведь у каждого есть свои специальные события в тематиках и в нишах. К ним тоже есть смысл готовиться. Также тренды. Инструмент Google Trends позволяет очень тонко анализировать тренды, то, что происходит на YouTube. Проводить сравнительный анализ разных трендов. Ну, пример, там, вот на лайв-канале я просто выпускал видеоролик про керамическое покрытие или жидкое стекло для автомобиля. Так вот, видеоролики, которые оптимизируются под ключевой поисковый запрос «жидкое стекло», набирают намного больше и лучше, чем керамическое покрытие. Хотя, по сути, это одно и то же название для... Ну, то есть, это название одного и того же товара, грубо говоря, вот этого вот покрытия. Но просто разные ключевики, разная частотность, разная популярность, востребованность видеороликов. Трендовый анализ поможет вам найти темы для видео, понять, чем интересуются зрители. А трендовый анализ на других языках, в том числе на английском, поможет также увидеть, как будет происходить смена интереса зрителей с определенной вероятностью по мере перехода этих трендов на другие страны. Согласитесь, многие тренды приходят из-за рубежа к нам. Да, не все, не в 100% случаев. Элементарно, та же тема супергероев, когда она была востребована, когда еще YouTube за это не банил. На Западе была намного сильнее востребована, чем у нас. Лего на Западе в 10 раз актуальнее и популярнее, чем у нас. Также герои Марвел и так далее. Это понятно, это особенности регионального характера. Но есть тренды, которые переходят с очень хорошей сохранностью и добираются до нас. Можно за ними наблюдать. Они свои в каждой тематике. Не допускайте нарушений. Проверьте ваш контент, чтобы не было проблем. Это то, что касается пригодности контента для рекламодателей. Потенциально опасных слов, стоп-слов, каких-то вставок в видео или аудиоконтента, чужой музыки, потенциальных заявок по системе Content ID, темы, которые находятся на грани нарушений в отношении принципов сообщества YouTube, Content 18+, и так далее. Будьте осторожны также с детским контентом. Помните, что в периоды высокой доходности YouTube любит проводить разного рода чистки. Это могут быть чистки, связанные с отключением монетизации. Это могут быть чистки, связанные с недобросовестной деятельностью в плане продвижения видеороликов, спамом и так далее. Если у вас этих нарушений нет, то все хорошо. Если они есть, надо их устранить. И помните, что здесь неприемлемо пассивная позиция. Если вы думаете, ну прокатило, все нормально, не заметили, работаем дальше, это далеко не всегда приводит к хорошему результату. Рано или поздно YouTube может заметить это. Алгоритмы найдут какие-то нарушения, и они могут заблокировать ваш канал. Поэтому лучше принять меры сейчас. Пусть даже это будет сопряжено с определенными потерями. Ну, к примеру, у вас есть видеоролики, которые что-то нарушают, и они сейчас набирают просмотры, к примеру. Вы думаете, ну вообще-то лучше бы их убрать, но с другой стороны они просмотры набирают, вот люди подписываются. Может оставить, и вы такие, ну они же уже были, эти ролики опубликованы. Оставлю. Внезапно происходит чистка, вам эти ролики создают проблемы, ну, например, на них приходят страйки, или YouTube просто банит ваш канал за дублирующий контент, за нарушение принципов сообщества и так далее. И что? Вы теряете весь проект из-за того, что в свое время не удосужились привести канал в соответствие с правилами. Кто-то скажет, ну вот же другие каналы нарушают, что за фигня-то, почему я-то должен подстраиваться? Вон они там нарушают и работают. Во-первых, на YouTube, как известно, не все равны. Во-вторых, система работает с некоторой долей хаоса. И может быть, те каналы просто не забанили. Не равняйтесь на них, поймите, что ну да, там кто-то есть, кто нарушает, их не замечают. Это совершенно не значит, что вы можете безнаказанно нарушать. И когда ваш канал забанят, даже не если, а когда, то вы уже не будете вспоминать об этом. Вы будете думать, что за хрень происходит, почему так вышло. Поэтому лучше подстраховаться заранее. Тем более, я считаю, что в плане YouTube именно важно работать на перспективу, на отдаленный в том числе и результат. Сиюминутная выгода не стоит в перспективе потери всего проекта. Надеюсь, что вы предпримите эти необходимые меры для того, чтобы воспользоваться максимально эффективно периодом высокой доходности на YouTube. В комментариях напишите, как вы планируете подготовить свой канал к зиме, так сказать, чтобы увеличить потенциально доход от монетизации. Спасибо за внимание. Готовьте каналы. Надеюсь, что это поможет вам заработать больше. С вами я, Коно Ден. Мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.